Уважаемые выпускники 2020 года, хочу разобрать для вас задачку ЕГЭ по информатике номер 23 нового типа. В этой задачке система записывается параметрически, причем используются два индекса i и j. Соответственно, количество уравнений квадратично, количество переменных. То есть фишка здесь в том, что, например, в разных вариантах по-разному, например, i меньше 5, j меньше, допустим, 7. Это уже не принципиально. Данная задача не решается методом отображения, который кажется универсальным. Но в данном случае облом метод отображения не работает. Более того, и метод битовых цепочек тоже барахлит. То есть можно пытаться что-то сделать, но очень много уравнений. Надо как-то что-то сообразить. И надо сказать, что здесь помогает метод рассуждений, то есть простое рассуждение с пониманием происходящего. Второе – это комбинаторика. То есть если владеть комбинаторикой и соображать, что происходит, на самом деле не так уж и сложно. Первое – мы видим два выражения, которые через логическое i равняются единицей. Естественно, что это просто означает, что каждое из этих высказываний должно быть истинным. То есть вот это – это отдельно, и вот это – это тоже истина отдельно. Для простоты я напишу логическое умножение и запишу как умножение. Соответственно, еще раз. То есть вот это – это вот такая система. И вот это – это вот такая вот система. Понимаете? Так, одну секундочку. Вот еще умножение. Вот, но из этих уравнений, соответственно, ижды… Ну, 5 и 7, да? Ну, ладно, 5 и 7, да? Получается, от одного, да, у нас же от одного будут здесь нумероваться нулевое переменование, то 4 уравнения по… ну, условно, по горизонтали, да? И 6 по вертикали. Ну, а переменных, собственно, да. 5 иксов, потому что у нас иксы бывают и плюс первые, да? Соответственно, хотя и достигает только 4, но есть и плюс первое, то бишь, 5 иксов, да? И 7 игриков, потому что он бывает, вот, j плюс первое. То бишь, в итоге таки достигает седьмого. Так, что можно заметить? Что среди этих уравнений есть однородные. То есть, вот в этой первой подсистеме… То есть, мою систему двух подсистем я разбил, да? В первой системе видно, что у меня икс и-тое и слева, и справа. Более того, у меня вот эти житы не зависят от этого. То есть, для каждого и есть каждый жит. Соответственно, если у меня и, например, равны единичке истина, то тогда уже для каждого j у меня будет вот такая вот взаимосвязь. Там же, где у меня икс и-тое окажется ложным, как видите, я просто рассуждаю, да? Там, где икс и-тое оказывается ложным, это уравнение обращается в тофтологию, его можно просто вычеркнуть. Оно истинно всегда при любых игреках. Понятно, да? То есть, получается так. У нас каждое уравнение накладывает некую связь между переменами. Вот для этой системы связь накладывается между игреками. Между игреком житым и жи плюс первым. Ну, это, получается, классическая такая система. Ее решали, очевидно, все. Типа там из игрека первого следует игрек второй, из игрека второго следует игрек третий. Ну, и так далее. До из игрека шестого следует игрек седьмой. Но это все, вот это все стоит при условии того, что у нас хотя бы один из иксов итых, обратите внимание, итых, не и плюс первых, то есть кроме последнего пятого икса. Первый, второй, третий, четвертый иксы. Если хотя бы один из них правда, тогда у меня уже вот эти взаимосвязи присутствуют. То есть истинный, он просто исчезает. То есть единица, умноженная на игрек, становится игреком. И у меня просто становится вот такая взаимосвязь, как вот здесь записано. То есть еще раз. У меня есть вот такая связь между игреками, но при условии, что хотя бы один из иксов от икс первого до икс четвертого является истинным. Понятно, да? То есть смотрите, у меня возникает вот такая ситуация. Вот это в том случае, если у меня икс первый или… Я логически могу это написать. Почему бы не написать логически, да? Ну, я плюсиком напишу. Или икс второй, или икс третий, или икс четвертый – это правда. Вот если хотя бы один из них правда, то эта связь между игреками обязана быть. Если этой связи не будет, то вот эта подсистема будет ложной. Да, ложной. А значит, вся система ложная. То есть неконсистентное решение не является. Понятно, да? Но в той ситуации, когда у меня вот эти все иксы равны нулю, первые четыре, первые четыре из пяти, то тогда в этом случае у меня игреки вообще никак могут быть не связаны между собой. Но! Но! Да? Если у меня получается икс первый… Ну, очевидно, да? То есть я записал вот это, да? Но мы понимаем, что достаточно, чтобы один был истинный, чтобы это было истинно. Икс первого равен икс второму отрицанием. Вот это является то, что все четыре этих икса, кроме пятого, равны нулю. Вот в этом случае игреки, житые, они свободны от взаимосвязи вообще. От зависимости. Понятна логика, да? Но это только первая, первая подсистема. Это только первая подсистема. Вот. А дело в том, что, конечно же, существует вот она вторая. И во второй мы видим следующее. Что у меня здесь есть, собственно, абсолютно симметричная история с игреками житыми. Да? Если у меня хотя бы один из игреков житый с первого по шестой, у меня истинен, то у меня для каждого и, начиная от единички до четырех, эти взаимосвязи будут присутствовать. То есть у меня будет срабатывать вот такая. Из х первого, х второй. Из х второго, х третий. Из х третьего следует х четвертый. И х четвертого следует х пятый. Уравнение 4. А переменных у меня 5. Потому что есть и плюс первая. Здесь я полностью записал. Там она подлиния. Системы-то простые. И мы даже сразу... Я сразу могу сказать, какие там решения. Все, кто решали, знают. Либо все игреки, например, ложны. Ложь. Тогда, пожалуйста, из лжи следует что угодно. Либо, как только возникает истина, то дальше уже тянется истинность. То есть у меня, например, все нули. Все нули последняя единица. Все нули, кроме последних двух единиц. Ну и вплоть до того, что все игреки истинные. Всего получается таких 7 переменных 8 решений. 8 различных состояний игреков дадут мне вот такую вот... Удовлетворят вот такое вот условие. Теперь давайте попробуем аккуратно это дело разобрать. Потому что то, что сейчас нужна комбинаторика, и даже более того, из-за задачки про поисковые системы, там, где диаграммы Эйлера-Венна, где разбираются, где множество пересечений, вот тут примерно то же самое нужно сделать. Ну или просто, короче, аккуратный комбинаторный подсчет методом последовательного исключения. Вот я зацепился вот за это. И здесь похожая история. Но я не могу хвататься сразу и за вот это. И опять же, да, вот здесь я говорю, это если у меня, соответственно, на игреке житые, да, у меня какой-то из игреков житых, да, если, ну как я напишу так, любой игрек житый не равен нулю. Ой, простите, если существует, да, если существует игрек житый не равен нулю, или надо было написать для любого игрек первого, да, нет, нельзя сказать. Ну, короче, если существует хотя бы один игрек житый не равен нулю, то у меня эта взаимосвязь между их сами присутствует. Если же ее, если же у меня все игреки, а иначе, а иначе, то есть у меня все игреки житые равняются нулю, из этого что следует, что у меня связи нет. Связи между иксами нет, а иксы могут быть по-любому, как бы нолики, единички, оно не имеет большого значения, да. Связи иксов нет. Вся вот эта система, она отсутствует. Вот, а дальше нужно представить себе, вот у меня множество всевозможных, множество всевозможных решений этой системы. И я бью это множество всевозможных решений по логическим семействам, по принципу. Рассмотрим такие семейства, где хотя бы один из первых четырех иксов истинный. Ну, мы сейчас посмотрим, да. Ну, вот по этому принципу, да. Вот это. х1 плюс х2 плюс х3 плюс х4 равно 1, да. Ну, и, соответственно, а здесь х1… Не забывайте, что еще есть х5. Х1 плюс х2 плюс… Прошу прощения. Плюс х3 плюс х4 равно нулю. Ну, имеется в виду, что они все равны нулю, потому что иначе такого быть не может. Так, ладно. Соответственно, эти семейства 100% не пересекаются. Не может одновременно и это быть правдой, и это быть правдой. Окей. Значит, смотрите. Та история, когда у меня все хы равны нулю, она в каком-то смысле попроще. Она в каком-то смысле попроще. Что у меня получается? Что у никак не связаны между собой в этом случае. Да. Вот эта связь, поскольку все хы и так ложные, она у меня удовлетворена при любых… Да, прошу прощения, все они, кроме последнего. Но поскольку у меня из лжи следует что угодно, то х5 у меня свободный. Да, то есть все 4 х ложь, х5 любой. Да, у него два варианта. А у никак не связаны между собой. То есть на у не накладывается никаких ограничений. Понятно, этой связи нету, потому что у меня эта система занулилась. Все. Таким образом, получается, что у меня возникает 7 свободных переменных у. 7 свободных переменных у. Это раз. И у меня возникает еще одна дополнительная свободная переменная х5, которая может быть как ложным, так и истинным. От этого уже взаимосвязь. То есть даже не так, уже не важно, у все ложные или нет. Это уже не важно, потому что эта система, она просто по факту того, что первая 4 х ложь, уже все, она всегда выполняется. Короче, у меня возникает 8 свободных переменных. 7 у и 1,5 х. Это получается у меня 2 в степени 8 различных решений. То есть 256. Так что это случай попроще. Теперь давайте рассмотрим вот эту ситуацию. Когда у меня есть хотя бы 1 х, который истинный среди первых 4 х. Это означает следующее. Что у меня вот эта система, она обязательно должна выполняться. То есть у уже не являются свободными переменами. У уже не являются свободными переменами. Давайте вспомним про то, как выглядит соответственно y1, y2, y3. Мне будет в ламы сейчас полностью ее расписывать. Я вот тут y4, троеточие, y7 напишу. И я нарисую здесь битовыми цепочками различные решения. Итак, ложь, 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 ложь. А из, соответственно, что дальше у меня? Но из истины следует, соответственно, истина, 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 тра-та-там, истина. То есть как только у меня хотя бы один y истины, дальше обязательно тянется истина. Но дело в том, что у меня из лжи не обязательно следует истина. Я, может быть, зря вот этот отдельный случай написал. Потому что по-хорошему его можно было бы учесть вот сюда. Ну да, пожалуй, я его сотру. Смысл следующий. Из лжи следует... Хотя, может быть, и не зря. Давайте я его верну, потому что он мне ценен будет. Я просто не буду в конце его так записывать. Так, тут у меня троеточие, потому что их много. Так, ложь. Но тут я должен по-хорошему предположить оба варианта. И истину, и ложь. Но из истины уже следует истина. И так далее до истины. Чем-то, кстати, напоминает то, как формируется маска сети. Только ровно наоборот. Там в начале единички, потом нолики, потом единички. Но в любом случае, есть где-то граница отсечки. Из лжи ничего не следует. Может быть, как истина, так и ложь. Я предположу оба варианта. Но из истины уже дальше тянется. Только истина. Из лжи может следовать все, что угодно. Вот так понятно она будет двигаться. В конце концов, у меня дойдет до ситуации, когда там нужно будет предположить... То есть у х и у у, прошу прощения, шестого будет ложь. У меня у седьмой будет или истина, или ложная. Но я ситуацию, когда все у ложь, вынес отдельно. Ситуацию, когда все у являются ложными, я просто вынес сейчас отдельно. Поэтому я вот этот хвост сейчас не буду решать. Таких решений 8. Я сейчас не буду это делать аккуратно. Считайте, все прорисовывайте. Что я хочу сказать? Давайте посмотрим. У меня в рамках вот этого вот куска решений, вот этих вот решений, где у меня хотя бы один из х истинный, а значит, вот эта завязка у существует, допускаются только вот конкретно такие решения по у, среди которых есть одно специфическое решение по у, где все у ложь. Почему я его выделил? А если у меня так, тогда связи между х нет вообще, х свободны, не завязаны друг на друга. То есть, смотрите, я рассмотрел, у меня там всего лишь 8 семейств уже. То есть, вот здесь 8 семейств, это еще не решения, семейства решений. 8 семейств решений, в которых у принимают конкретные 8 связанных наборов значений. Х там еще вопрос, какие конкретные наборы х будут подходить к ним. Ну вот, среди один такой набор, где все у ложь, да, это еще раз, я вот только вот в этом куске отделяю, да, где все у ложи, для любого у житого, да, равен нулю. Ну, где жи, начиная от единички до 6, до 6. Мне этого, кстати, достаточно. А, да, прошу прощения, я вот зря, надо было вот эту ситуацию тоже отдельно рассмотреть. То есть, вот эта ситуация, когда у, может, зря я его все-таки сюда нарисовал, давайте я сюда нарисую, значит, и тогда вот сюда я это дело напишу. Дело в том, что мне достаточно, чтобы у 6 был ложным. У 6 ложный в двух конкретных решениях. Все предыдущие ложь, а у 7 свободен. То есть, из этих вот семейств, у меня два семейства по игрекам, да, у 6 равен нулю, все предыдущие равны нулю, а у 7 или ложь, или истина. Да, вот в этом случае у меня иксы оказываются не связаны между собой. Понятно, да? Вот, жи-то я имею в виду жи, да, ну, вот как вот здесь написано, то есть 6, 6. Итак, у меня здесь два варианта у, не забываем, свободен. Иксы свободны, но при одном условии, которое мы уже накладывали, потому что мы находимся уже в рамках предположения, что хотя бы один из первых 4 иксов у меня истинный. Сколько всего состояний у 4 иксов? 2 в четвертой, 16 штук, из которых одно состояние – это когда они все равны нулю. Значит, у меня получается 15 состояний 4 иксов, учитывая то, что эта система не работает в том случае, когда все икрики с первого по шестой нули. Тогда у меня 15 различных состояний у первых 4 иксов, а икс пятый и икс седьмой свободные. Оба. Ну, то есть, условно, на каждое семейство, то есть два варианта этих икриков, да, два варианта икса пятого и 15 вариантов первых четырех иксов. Где они все нули, мы не можем брать, потому что это другое семейство, а мы его уже рассмотрели отдельно. Мы его рассматриваем отдельно. Таким образом, получается, что вот здесь, в той области, где все икрики, кроме последнего, равны нулю, у меня возникает 15 вариантов иксов четвертых. Умножить на два варианта икса пятого и умножить на два варианта икс седьмого. Умножить на два. Ну, или, короче говоря, 60 решений. То есть вот здесь, вот в этом куске, да, 60 решений. И осталось рассмотреть последнюю ситуацию. Последнюю ситуацию, когда у меня что получается? Всегда обязательно существует икс не из первых четырех, не равный нулю, и игрек из первых шести, не равный нулю. То есть, получается, и вот эти, и вот эта система связи между иксами и связи между игреками обязательны. Да? Вот она история какая. Так, сейчас, одну секундочку. Что у нас получается? У меня среди вот этих вот допустимых решений по игрекам в этой системе мне нужно вычеркнуть только те два конкретных решения, которые я уже, два семейства по игрекам, которые я уже рассмотрел. Остается шесть различных вариантов наборов по игреку, которые завязаны. И в них хотя бы один из первых шести игреков истинный. Их шесть таких наборов. Вот таких вот, где, еще раз, да, игрек шестой, вот здесь вот он везде был истинный. Да? Вот он последним, может, в одном, в двух, прошу прощения, в двух конкретных ситуациях. Их у меня получается, значит, еще раз говорю, шесть решений, в которых хотя бы один игрек не ложный из первых шести. И с иксами у меня взаимосвязь присутствует. Опять же, икс первый, второй, третий, четвертый. Здесь все тривиально. Истина, 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 истина. Ложь из лжи ничего. Я прорисую, хотя можно было бы взять кусок оттуда. А, прошу прощения, еще шесть, икс пятый существует. Да, я что-то его прямо там пропустил. Но он не играет сейчас большой роли. Почему? Потому что меня интересует ситуация, когда икс четвертый истинный. Да? Ну, хотя бы один истинный, но учитывая, что связь между иксами присутствует. То есть у меня только вариант выбора из вот этих наборов. И у меня получается всего-то шесть решений. Пять переменных, шесть решений в такой системке. Вот в этой. И четыре только подходят мне. Четыре варианта сюда подходят. Значит, к любому набору игреков из вот этих шести подходит любой вариант иксов из вот этих четырех. Получается, шесть умножить на четыре. Это будет шесть и четыре. Двадцать четыре. И теперь осталось просто аккуратно это дело просуммировать. Что у нас получается? Двести пятьдесят шесть решений вот этих. Да? Двести пятьдесят шесть решений. Умножить на... О, умножить, прошу прощения. Плюс шестьдесят решений тех, где все игреки нули, а иксы не связаны. Да, но при этом там один из иксов, хотя бы один из иксов у меня не ложь из первых четырех. Да? И плюс к этому еще двадцать четыре решения, которые у меня возникают из того, когда обе, по сути, вот эти взаимосвязи идут. Итого, что у нас получается? Шесть плюс четыре, нолик, точка сюда. Пять плюс шесть, одиннадцать. Так, один плюс два, три, плюс еще один, четыре. Четыре, да, и сотня пошла полностью, да, и сюда троечка. Ну, мой ответ триста сорок. Если я не напортачил в математике, в арифметике, вот, то, собственно, вот он ответ. Спасибо за внимание. Задачка. Свежачок, да, она нестандартная. Вот, она предназначена исключить такая олимпиадного практически уровня. Вот, очень интересная на то, чтобы думать. Но, если вы будете решать ее второй раз, очевидно, что вам будет намного легче. Ну, что ж, успешно. Надеюсь, вы успешно написали ЭГМ и поступите в ВУЗ своей мечты. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok